СЛАРК ЗЕ КРЕВЕТКА О контрпиках Я вот знаю, я вот прям знаю Вы так любите меня слушать Поэтому сегодня вам придется много слушать И много впитывать информации Сегодня у нас в главных ролях СЛАРК Вот этот прекрасный, чудный покоритель Лоу скиловых ПТСов А это значит, что сегодня будем разбирать Кто наш друг, кто наш враг И конечно же, как законтрить это животное Как вот это животное законтрить вообще Что с ним делать И конечно же, мы сегодня разберем Кто хорош с ним в связке Покажу немножко комбинации Но это мы будем, в принципе, по ходу дела И в принципе, видео будет разделено Где-то примерно на три части В которых вам будет известно Кто враг, кто друг Против кого он хорошо заходит А против кого он плохо заходит Ну и с кем можно будет поиграться на лайне Короче, смысл, я думаю, вы уловили Что у нас тут будет И конечно же, приступим к первой у нас веточке Наверное, это будет вот эта веточка Это те персонажи, против кого Плох этот герой Поехали Первый, против кого Плох этот персонаж А именно Сларк И как контрить Сларка Вот именно вот эта ветка Вам подскажет Эта веточка говорит о том Как контрить Сларка А вот это против кого Сларк очень хорош Смотрите У нас есть тут Трал Трал это персонаж Который очень хорошо контрит Сларка За счет чего, спросите вы Во-первых, у него есть Глимс Глимс это способность Которая позволяет На огромное расстояние Вернуть персонажа обратно Все вы знаете, что Сларк у нас Это очень сильный эскейпер То есть, соответственно Если его будет немного видно То, конечно же, Трал его спокойно вернет И самое главное, что он его сможет засайленсить Сларк у нас такой уязвимый персонаж Если он находится под Сайленсом Соответственно, он ничего не делает Это первая контра нашего персонажа Вторая контра нашего персонажа А именно Сларка Это Тинни Тинни в ранней стадии Очень хорошо сможет напрягать Сларка Да даже в лейте В лейте Сларк, если не будет иметь БКБ Некоторое время Он будет встаниться, во-первых А третий спел Тинни Во-вторых, ему будет Сларку Очень тяжело раскачиваться Против Тинника Потому что Тинник Имеет огромное количество урона Со своего прокаста И Сларк еще Руиня своим первым спелом Снимая себе 150 HP Спокойно сможет быть доступной целью для Стони Гианта Следующий персонаж, который у нас тут есть Это Риздрак Риздрак это персонаж, который сможет с легкостью Срезать 15% атрибутов Всего вот этого нашего накопленного персонажа То есть, если Сларк там образно Настакает какое-то определенное количество ловкости С помощью которой сможет душить оппонентов То Риздрак сможет очень легко избавиться от вот этой ножи Смотрите, 37 Оп, и на 15% сейчас урежем Ага, не урезали А, так это ж мой союзник Все, ладно Короче, вы поняли 15% всего запаса То, что он накопил Он сможет спокойно урезать Ну и плюс еще Риздрак это Персонаж, который сможет Очень сильно напрягать в начале Сларка Потому что он будет постоянно Тимбер чайниться Постоянно ультом закидывать На лоу ХП Сларк, как правило, очень часто Бегает в лоу ХП И в Шадоу Дэнсе, конечно же Риздрак сможет нанести Очень много урона Сларку Так что вот такая вот тема Следующий персонаж Которого я считаю Одним из самых неприятных Против Сларка Это Торментед Правильный Торментед Через центральную линию Сможет с легкостью Вынести Сларка Потому что Потому что когда Сларк Будет находиться в Шадоу Дэнсе У нас Торментед Сможет, во-первых Задушивать Своим ультимейтом Во-вторых Сможет задушивать Своими диаболиками То есть когда Сларк Будет у нас бегать В инвизе Он будет получать Дамагу с диаболиков И будет получать Дамагу с Своего ультимейта С ультимейта Вернее пульсы нового Так что вот такая вот Приколюха Поэтому если Сларк На лоу хп думает Что сможет Убежать от решрака Ну как убежать Если Сларк обычно В лоу хп залазит В ультимейт Правильно И начинает бить То соответственно У Сларка ничего не получится Следующий контракт Который у нас есть Это Шторм Почему здесь Шторм стоит Я если честно не знаю Но примерно понять можно Шторма поднять Поймать Подловить Захексить Очень тяжело То есть Сларк Будет уязвимой целью Для Шторма Правильно? Правильно Как правило Шторм собирает торчить Нападает первый Если у Шторма Есть какой-нибудь Еще детекшн То спокойно сможете Законтрить Сларка В лейтгейме Но в начальной стадии Шторм очень слабый Против Сларка Если стоять в линии Один на один То Сларк должен По идее выиграть За счет того Что Сларк будет Просто стягивать Статистики Ну и в целом Шторм ничего не сможет До шестого уровня Я думаю сделать Сларк должен Взять инициативу В свои руки И конечно же Выиграть Но Шторм тоже Может дать отпор За счет того Что у него Очень хороший первый спелл Который позволит Хорошо крепиться на лайне Ну и конечно же Вортексом поддушивать Ну и в случае чего Либо догнать Сларка Либо убежать от Сларка Спокойно на ультимейте Вот такая вот тема Следующий персонаж У нас здесь Это Санкинг Почему Санкинг? Санкинг Потому что Он может с легкостью В начальной стадии Убивать Сларка Спрокаст У Сларка Не так много ХП Как правило Сларк у нас Еще и своим первым Подснимет себе Хитпойнты И тогда Санкинг Просто спокойно Может убивать Спрокаст Вот этого персонажа Ну и в целом Тут есть Стан Станы очень хорошо Помогают контрить Рикимару Ой Рикимару Я смотрю на Рикимару Контрить его над Сларка Конечно же И спокойно все Делать Также еще Песочек у нас тут есть Который будет Также еще наносить урон Просто в комбинации И в целом Тут сама фишка В ультимейте Санкинга Потому что Очень большое количество Хитпойнтов Вы сможете снять Ну и в целом Санкинг Как правило Это тоже мобильный персонаж Который сможет Противостоять Сларку Стоит сюда докупить Даггер Форс Юл И все Сларку будет немного Тяжело в игре Следующий персонаж Который является Контрпиком у нас Сларка Это Рикимару Почему? Потому что Рикимару Всегда находится В невидимости И если у Рикимару Будет гем То он спокойно Сможет контрить Вашего оппонента А именно Сларка Спокойно накинуть Смоукскрин Когда Сларк Ничего не может сделать Если у Сларка Нету БКБ То он не сможет Ничего сделать Под Смоукскрином Соответственно Рикки будет Очень хорошим Очень хорошим Таким персонажем Который контролит Этого Сларка И в принципе Тут более Более нечего добавлять Один из самых Неприятнейших персонажей Который может Контролировать Сларка А именно Контролировать его регенерацию Это конечно же Бладсикер Бладсикер сможет Увидеть Сларка Когда у него будет Очень-очень мало ХП Да и в целом Накинув Раптуру Накинув Второй спелл Сларк будет Очень сильно Ущемлен В своем Пространстве И он не сможет Передвигаться По драке Так как хотел бы Да и в целом Раптура Сикера Это очень неприятная вещь И многие персонажи Страдают от этого героя А именно От Бладсикера И Самая основная фишка Бладсикера Против Сларка Это то что Сларка Будет видно Но Нужно не ошибаться На Бладсикере Конечно Очень тоже важно И не спамить на себя Постоянно Бладрэйдж Потому что Если вы стоите На лайне Фармите с Бладрэйджем И Сларк вылазит с Лотаром То скорее всего Вы на Бладсикере Быстренько умрете Так что Вот такая вот Контра Следующий персонаж Который у нас тут есть В пуле персонажей Который контрит Сларка Это Антимаг Потому что Сларк без маны Это крип Запомните Сларк без маны Это крип Ни один Сларк Ничего не сможет сделать Если у него нету маны Он не сможет уйти в Шадоу Дэнс Он не сможет прыгнуть Он не сможет задиспелиться Это все Сларка нет Маны нет Сларка нет Также можно еще сюда Приписать Леона Который мог бы Очень-очень жестко Засаждать Сларку Но Есть некоторые моменты Сларк может Дарк Пактом Снимать все хиксы И всякие станы Поэтому вот эта ветка Тут Это особенная Дружественная ветка Будет ее разбирать Мы будем Чуть-чуть позже В принципе По контролю данного персонажа Я думаю поняли Вот эти основные персонажи Которые будут вам помогать В контроле Сларка Опирайтесь На Трала В основном Я хочу выделить свой топ Трал в основном Опираюсь я на Трала Потом опираюсь на Леширака И конечно же Бладсикера С Рикимару Остальные персонажи Немного в стороночке Потому что Антимага тяжело качать Шторма тоже тяжело качать Ризраком еще более-менее Но Сан Кинг Как правило Не имеет фарма Особо жесткого И является четверкой в игре Ну и в принципе Все С этой веточкой Мы разобрались А теперь Разберем тех персонажей Против которых Сларку приятно играть Итак Самое время Конечно же У нас Привести Тех персонажей Против которых Сларку Приятно играть А именно Он не даст им Раскачаться Возможно В лейтгейме Законтрит И конечно же Будет в целом Очень хорошо себя Чувствовать в игре Набивая статы И безнаказанно Уходя с драк Тут у нас есть Патма Есть Лич Есть Алхимик Есть Террор Блед Есть Спектра Есть Луна Есть у нас Найкс Есть Абадон Гаргона И Тракса Почему именно этот набор Ну потому что Я так захотел Потому что есть В источниках Откуда я беру всю информацию Эти персонажи В принципе этих персонажей Намного больше должно быть Потому что Сларк Это сам по себе Такой неприятный герой Но и в целом Не суть Сейчас мы разберем Почему именно эти персонажи Очень приятны Для Сларка Чтобы их убивать Смотрите Патма Патма это персонаж Который как правило Кидает просто ару И просто является Куском какашки Сларк очень легко Контролит ее Ее прыжок Своим прыжком То есть если вы Попытаетесь на Патме Уйти от Сларка То конечно же У вас ничего Не получится Потому что Сларк С радостью просто Зацепит вас Своим Господи Я вот так устою Вот это постоянно кикать Спокойно зацепит вас Своим прыжком И вы не сможете уйти Лич Почему Лич здесь У нас стоит В списке Потому что Сларк Спокойно сможет Задиспелить Все кнопки Которые у нас Дает Лич Именно вот этот Армор Который Вешает Он спокойно Сможет снять Это замедление Скорости атаки Скорости передвижения Спокойно сможет Уйти от Чайника Спокойно сможет Легко воспользоваться Снятием Своих вот этих Диспелов От Новы Но это не значит Что Лич слабый Против Сларка Лич Он тоже сильный герой Но Сларк Все равно будет Немного посильнее И в лейтгейме Будет неприятно Единственное Чайник может Очень сильно досаждать Потому что Чайник Дает вижн Когда летит За Сларком И конечно же Сларка все равно Настигнет Но не суть Сларк все равно Сможет набрать На нем статы Если честно Я не люблю против Лича Играть Почему здесь стоит Лич Я не понимаю Не люблю против Лича Играть Сларком Потому что Очень сильно режет Скорость атаки А для Сларка Если не бьешь Скоростью атаки То конечно же Это ГГ В общем не суть Короче Лич все равно Будет кормушкой Потому что Личом играть не умеют Сларком умеют Самая кстати Лютая контра Против Сларка Это Сентри и Абсерв Вот Кстати это Как бы ну так Между слов Ладно Ехали далее Смотрите У нас есть тут еще Алхимик Алхимик это вообще Вата для нашего Сларка Потому что Если вы будете стоять Соло на соло Против Алхимика Алхимик уйдет С вашего лайна Потому что Сларк Будет вкачивать эссенцию И с помощью эссенции Будет душить Алхимика Алхимик Такой персонаж У которого ну просто Нету армора И если вы будете Правильно на Сларке Позиционироваться То Алхимик Будет мешком Избиения И тогда Вы сможете Спокойно набивать Статы И конечно же Убивать других Набрав статы С этого Алхимика Несмотря на то Что он будет регениться И все В такой теме Также еще сможет Спокойно снять Второй спел Что Алхимику Позволяет немного Подфармливать И в целом Сларк будет хорошо Себя чувствовать Следующий персонаж Что у нас Террорблейд Террорблейд Как правило Это фит контора В обычных играх И Для Сларка Не составляет труда В принципе Убивать этого персонажа Потому что у него Мало хп Сларк его чуть ли не С прокаста убивает Просто прыжочек Дарк пак И все У Террорблейда Там нету хп И когда Террорблейд Захочет махнуться Хитпоинтами Сларк спокойно Залазит в Шадоу Дэнс И делает свои грязные дела Следующий персонаж У нас Это Спектра Спектра является Как и контрпиком Так и Пиком Для Сларка Чтобы Сларк чувствовал себя лучше Но Тут есть двоякая сторона Во-первых Спектра может Ультом просветить Сларка Но это ничего страшного Сларк спокойно может уйти Потому что Спектра не успеет Сообразить это Более чем уверен Следующий момент Сларк не дает Качаться Спектре Потому что Спектра как правило Она слабенькая И в лейт гейме Сларк спокойно покупая Сильверейдж и БКБ Справляется с Спектрой В 5 на 5 В 1 на 1 Это конечно же Очень такая Спорная вещь Потому что Дизалейты И конечно же Дисперсии Не дадут Сларку мне кажется Как можно сильнее себя И лучше чувствовать Но в целом Я не знаю Если честно Кто из них будет сильнее Примерно Я думаю Спектра будет получше Потому что Спектра это как-никак Расчет еще и на команду А ведь вы все знаете Что Дота это командная игра Ну и соответственно Сларк в любом случае В начальной стадии Очень сильно будет дамажить У нас Спектру Потому что Дисперсия еще не будет Вкачана И Сларку будет легко Убивать Там зацепил Под души И она в принципе Будет щекотить его В начальной стадии И это все Далее Вот этот персонаж Луна Это вообще В пабе персонаж Которым не умеют играть И никто никогда Не берет этого героя Этот герой Очень слабый По хитпоинтам И для Сларка Это тот же самый Тиррор Блейд Причем Это даже лучше Чем Тиррор Блейд Если вы думаете Что Тиррор Блейд Махнется там Хитпоинтами И еще чуть-чуть поживет То тут просто Этот персонаж Будет как кусок мяса Убегать Но максимум Она сделает Свой эклипс Но Сларк зайдет В Шадоу Дэнс И спокойно Закайтит И будет дальше убивать Поэтому Луна Является просто Мешочком избиения Для вот этого персонажа Для вот этого персонажа И конечно же Сларк спокойно Набирает статы И убивает Далее Лайфстилер Лайфстилер Это персонаж Который Будет драться Со Сларком Один на один И вряд ли Что-то у него получится Потому что Сларк спокойно Передамажит Он просто Вытягивает статы И уничтожает Этого Лайфстилера Потому что Лайфстилер Ну он просто Не вытаскивает Никак Этого Сларка На всех ранних стадиях Обычно Лайфстилера На лоу ПТС Закидывает в лес И он в лесу Стоит чилит А Сларк уже Такой более Ну такой веселенький Уже такой На приподнятом настроении Забегает к вам в лес И как правило Сорбов Венома Начинает тычковаться С лайфстилером А лайфстилер Не понимая этого Тоже начинает тычковаться Сларк набирает статы И в итоге Лайфстилер Проигрывает Но лайфстилер Тоже сильный герой Он тоже может дать отпор Но при определенных артефактах Сларку достаточно Эссенцию в 4 И конечно же Лотар Все Больше ему ничего не нужно Для того чтобы побеждать И лайфстилер Будет очень сильно страдать Следующие персонажи У нас Которые есть Есть у нас Вот здесь Два героя Это мешки избиения Я их так называю Во-первых Абадон Абадон это персонаж Который даст Огромное количество Стат Сларку В своем ультимейте Я обожаю Играть Сларком Против Абадона Потому что Абадон во-первых Не способен Ничего противопоставить Сларку Он не может его Ни догнать Ни перегнать Ни надамажить Может просто стоять Как мешок избиения И давать Сларку Свои статы А потом еще нажать Ультимейт И конечно же Еще давать ему Статы 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 Еще раз Статы Сларк Просто обожает Абадона Потому что Абадон Дает статы Сларку И это все Тут больше нечего сказать Так же еще Гаргона У нас есть Гаргона Такая тема Такая тема Сларк Статы Сларк Посмотрим Смотреть Друзей Наши объединяет Несмотря на то Если Сларк Может быть Ну и конечно же Против Сларка Актуален Сикер Самый сильный Контерпик Рикки Мару И конечно же Очень неприятно Это Тормент От Сол Но Сикером Если честно Если я вижу Сларка Я всегда стараюсь Взять Сикера Потому что Это реально Очень Очень сильный Герой Против Слар Так что Вот такая Вот у нас Ребятки Приколю Все С вами был Максоназос До скорого Продолжение следует